Упоминание признаков нашего пророка в Таврате, Торе. В Таврате Всевышний Аллах говорит о пророке, который будет ниспослан ближе к концу света, упоминает его имя, описывает качество, внешность, достоинство, происхождение. И этот пророк Мухаммад, саллиллаху алейху ассалям. Иудеи обещали уверовать в него, когда он придёт. И когда иудейские учёные отвергли пророка алейху ассалям, нарушив обещание, данное их предками во времена пророка Муса алейху ассалям, пророк, саллиллаху алейху ассаляма, напомнил им об этом, спросив, «Разве вы ещё в давние времена не обещали последовать за мной?» На это иудейский учёный Малик, сын Сайфа, ответил, «Клянусь Аллахом, в Таврате ничего не сказанное о нашем обещании уверовать в Мухаммада». Тогда был неспослан следующий аят, разоблачивший его ложь. Смысл. Иудеи приходили к пророку алейху ассалям и говорили, «Если ты пророк, покажи нам чудо». И всякий раз пророк алейху ассалям показывал им чудо, а они обещали ему не поддерживать многобожников, которые выступают против него, и всегда нарушали своё обещание. Поэтому, сказал Всевышний Аллах, «Некоторые из иудеев нарушают данные Аллаху обету веровать в последнего пророка, когда тот явится, или нарушают договоры, заключённые с пророком. И это нарушение они не считают грехом и не придают ему значения. Поэтому как можно верить в то, что они сдержат слово? Большинство этих иудеев не веруют во Всевышнего Аллаха и его посланника и не следуют Таврату». И в следующем аяте говорится, «Когда от Всевышнего Аллаха к этим иудейским учёным пришёл посланник, подтверждающий Таврат, Мусу и его пророческую миссию, посланник, а не с посланием которого, качествах, внешнем облике, образе жизни, обо всём говорится в Таврате, и который соответствовал этому описанию, то есть пророк Мухаммад алейху ассалям, часть учёных, которым был дан Таврат, книга Всевышнего Аллаха, отвернулись от него, то есть не последовали ему. Они сделали вид, будто не знают, что Таврат – книга Всевышнего Аллаха, и не ведают, о чём сказано в этой книге. Они не признали качества пророка, упомянутые в Таврате, и всё, что не устраивало их. Они исказили правду и утаили это от народа. И всё это было результатом вражды и зависти к пророку алейху ассалям. Но таких было мало. Среди иудеев были и те, кто не нарушил обещания и, уверовав в пророк алейху ассалям, принял ислам. Таким образом, Коран – это божественный свет, которым Всевышний Аллах выявил мрак неверия. Иудеи хотели погасить этот божественный свет, тогда как Всевышним Аллахом ему было предназначено совершенствоваться и распространяться во всех уголках мира. И упорное стремление погасить этот божественный свет приведёт иудеев лишь к позору и унижению. Приведём пример для сравнения. Если тёмной ночью люди, среди которых есть чистые и грязные, окажутся в неосвещенной бане и к ним зайдёт человек с яркой лампой в руках, разумеется, грязные тут же поспешат погасить ту лампу, чтобы не обнаружились их грязь и недостатки. По словам учёных, есть четыре категории иудеев. Первое – это уверовавшие, которые читают Таврат и следуют ему. Таких очень мало, а что касается остальных трёх категорий, то это те, кто не последовал Таврату и, упорствуя в своём ложном убеждении, остался в неверии. И по сей день они выступают против ислама, то есть стараются погасить этот божественный свет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok